Моё имя Джимми Вествуд Я сидел у себя в бюро, разгребая кучу бумаг, когда наткнулся на очень странную папку с пометкой «Срочно». Фотография с места преступления и его подробное описание. Хм, похоже, очередному инструменту напрочь снесло голову. Типичный несчастный случай, подумал я. Но в заключении судмедэксперта было ясно написано, черным по белому, что травмы были нанесены предумышленно. Стало быть, это не что иное, как жестокое обращение с гитарами. Сначала я решил, что это просто шутка больного на голову извращенца. Знаете, одного из тех, кто делает гитару с двумя грифами, но играть при этом ты можешь только на одном. Все же я решил еще раз прочитать описание места преступления, когда обратил внимание на конверт с дискетами. На них хранились видеоматериалы. Именно с ними я предлагаю вам ознакомиться вместе. Приветствую вас, дорогие друзья! О, хай, Марк! Сегодня у нас на верстаке очень-очень интересный инструмент. Это мастеровая гитара венской системы. Это гитара ростовского мастера, Ростова-на-Дону, Косолапова. Он славился тем, что в 80-е, 90-е годы он создавал очень хорошие, классные, классические гитары. Также он занимался ремонтом. Что я знаю о мастере? Я видел его работы, и это, ну, выше всех похвал. Давайте произведем легкий осмотр. Что же с ней не так? Казалось бы, все нормально. Нет, этого не может быть. Оно же должно быть вроде как-то так. А оно вот так. Вырвало прямо с мяса. Давайте посмотрим, может быть, корпус нам ответит на вопрос, как же так получилось. Обычно бывают удары. Ну, так, здесь не видно. Я не знаю. Наверное, кто-то ее просто взял и решил оторвать. Иного я не вижу у кого-то рационального объяснения этому. Накладочку надо бы выровнять. Инструмент все-таки 92-го года. И, ну, древесинку, бывает, ведет, да. Значит, по планам работ. В первую очередь я буду заниматься склейкой самой головы. Потому что при самом сколе отслоился верхний слой шпона. Шпон – это тонкий слой древесины. Его делают на классических гитарах вот для красоты. По большей части. Естественно, ее чуть-чуть повело в каких-то моментах. И вот, например, здесь. Видите? Ходит. Ам-ам-ам. Никуда не годится. Надо это все склеивать. И здесь тоже. Вот. Тут, тут и тут. Также еще вот здесь у нас. Если видно будет. А это уже интересно. А это уже интересно. Но об этом чуть позже. Чтобы склейка произошла у нас беспрепятственно, я в первую очередь сниму колочки. Для этого я буду использовать специальный инструмент. Плоская отверточка. Так. Я снял только один колочек. И вижу то, что ситуация становится все интересней и интересней. Первое, что стоит заметить. Колки, очевидно, не родные. Потому что вот они отверстия. Раз, два, ну и третье. А здесь еще, видите, закрыто. Три, четыре. Это говорит о том, что инструмент был изначально изготовлен семиструнный. Семиструнная русская гитара. Ее переделали под шестиструнку. Это можно будет также заметить и по заделанным отверстиям на бридже и просверленным ногам. Иначе говоря, этой гитарой уже кто-то занимался. Еще одна улика в деле о гитаре Косолапова. Инструмент был изготовлен семиструнный. Продолжаем искать. Чтобы упростить нам работу, ну, лично мне, необходимо снять гриф, как вы могли догадаться. Значит, берем специальный ключик. Ну, честно признаюсь, это от барабанной. Отверстие под ключик было сделано, собственно, индивидуально под тот ключ, который шел в комплекте. А этот немного прям вообще впритык идет. И самое ужасное, что мне кажется, он не подходит. Попробуй высуни его оттуда. Фух, еле-еле. Так, попробуем что-нибудь еще. Это самый маленький, который у меня был. Этим я даже пытаться не буду. Что же дело? Есть один вариант. Это специальный инструмент для того, чтобы выдергивать волосы из носа. Ну, ладно. О, четенько. Вот такс. Ага. Ну, здесь есть кое-какие потертости. Постараемся их тоже восстановить. Но, как бы это не был протерт лак. Также еще к делу стоит приобщить следующую улику. Здесь вы можете видеть вот такую палочку. Что бы это могло быть? Ладно, не буду вас томить. Это специальная подложечка. Ее ставят мастера для того, чтобы регулировать, насколько близко струны будут по отношению к грифу. Еще она исполняет функцию для отстройки мензуры. Да. Именно так. Ее сюда ставят, чтобы она упиралась в саму пяточку сюда. И она как бы увеличивает расстояние от струн. Ну, и, собственно, делает рабочую мензуру. Я ее пока тоже сниму. В принципе, изготовлена она неплохо. Приобщим к делу. Пока у нас есть время, давайте осмотрим корпус. Мои догадки подтвердились. Если вы обратите внимание, вот, раз заделаны, два, три, четыре, пять, шесть, семь отверстий оригинальных были заделаны. И просверлены новые отверстия. Давайте также более детально осмотрим корпус. У нас здесь, как вы видите, имеются трещинки. Скол вот отсюда идет. Вот где-то до сих пор. Плюс еще у нас трещины пошли отсюда и отсюда. Их надо будет заделывать. Да. Вот она слабо виднеется тоже. Скажу сразу. Это следствие высыхания древесины. Точнее, того, что оно излишне пересохло. Это говорит о том, что она, мягко говоря, хранилась не совсем в подобающих условиях. И на нижней деке уже лучше видно из-за того, что само дерево темненькое. Это, скорее всего, красное дерево. Здесь мы это тоже будем заделывать. Перед непосредственно самой склейкой вот все эти моменты надо будет зачистить, чтобы их можно было склеить. Ну, потому что одно дело, когда оно ровное, да, а другое дело, когда вот такое. И, собственно, для этого я буду использовать свою старую зубную щетку. Вот еще одна неприятность. Вот такой маленький крохотный кусочек древесинки повело. Ну, кстати, еще бы не повело его после такого ужаса. Прошу прощения, дорогие друзья, то, что мы прервали работу с головой грифа для срочного сообщения. Там еще что-то есть. Точно есть еще что-то. Ушная палочка и листик осенний. Золотая усть. Время романтики. Но не для этой гитары. Для склеечки нам потребуется струбтинка, клей, тайтбонд, на клей. Кисточка и, как вы знаете, специальное устройство струна. Текс. Как мы помним, клея мы наносим необходимое количество, но с небольшим запасом. Ну, ты начинаешь уже отдалевать. Я тут работаю, ты мне как бабка вот эта. Излишки клея мы убрали. Основные. Так. Теперь с струбтинкой. О! Наконец-таки встала на место. И покрепче ее поджимаем. Ну, основательно я сейчас поджимать не буду. Я пока так оставлю, чтобы не возникло этого клеевого, так сказать, голодания. Это когда клея слишком мало. Значит, отставляем. Так. Еще немного клея. Так. Упомяну один очень важный момент при склейке корпуса. Ну, вот, подобного рода. Надо быть очень аккуратным со струбцинами, потому что, если вы поставите их слишком далеко, вот именно к корпусу, вот покажу здесь. Если вот здесь вы поставите, то будет проминаться вот эта часть деки, а то, что надо склеить здесь, оно не будет склеено. Поэтому ближе вот к самой обечайке надо ставить, чтобы дать упор и не травмировать сам инструмент еще больше. Последняя струбцинка. Контролечка. Опа. Ну, и оставляем на 24 часа на склейку. Некоторое время я не мог прийти в себя после увиденного. Это было странно, непонятно, но очень интересно. Запутанное дело как раз по мне. В моей картотеке оно будет числиться не иначе, как дело о гитаре Косолапова. 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 Продолжение следует...